Привет, друзья! Есть одно распространенное заблуждение относительно личных отношений. Чаще оно бытует у девушек, но парням тоже нужно это знать, потому что вам придется взаимодействовать с девушками, а у них постоянно забита этим голова. Так вот, есть убеждение, что партнера нужно выбирать по запаху. То есть нужно просто к человеку приблизиться, нужно его понюхать, и вот если, мол, запах твой, знаете, как вот все ищут своего человека. И вот ровно этими же категориями мыслят, когда говорят, вот если понюхала и человек твой, вот значит все, значит у вас могут быть с ним отношения. А если он не твой, значит все. И женщины часто мне говорили об этом, ссылались на то, что от некоторых мужчин исходит запах какой-то вот непонятный, резкий какой-то, при том, что они мытые, ухоженные, все нормально, но вот его личный запах, мол, неприятен и все такое. Мыслить таким образом, большое заблуждение, и не потому, что кто-то должен терпеть плохой запах. Все работает гораздо интереснее. Я вам сейчас расскажу. Но перед этим поделюсь личным примером. У меня произошла ситуация, когда девушка общалась со мной на расстоянии долго, месяцев, ну, наверное, 8. И мы общались, 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 интерес все возрастал, возрастал, возрастал. Вроде бы как у нас было много общих тем, вроде бы как мы очень хорошо друг к другу относились. Она была спокойная, она была размеренная, у нее были цели в жизни. Мне, кстати, потом оказалось, что она забыла мне сказать, что она child free. Ну, потому что зачем, когда сходишься с человеком, да, зачем говорить ему, что ты child free. Но в итоге тоже произошло так, что она мне сказала, в общем, я в итоге приеду к тебе. Ну, мы решили, что, наверное, надо попробовать жить вместе. Но, она сказала, я сначала должна полностью все подготовить на работе, и я должна как бы взять отпуск, приехать к тебе. И если что-то не так, то уехать. И я спросил, а что может быть не так, если мы настолько умеренно, душа в душу, именно спокойно общаемся уже много месяцев. То есть, если бы это была какая-то страсть, то есть, ты для меня очень красивая, и я в тебя влюбился по фотографии, да, и я для тебя очень какой-то красивый, то, ну, это было бы одно. То есть, тут какие-то бурлят эмоции, а потом окажется, что вы не можете быть вместе. Но если мы разговаривали вообще на все темы, и всегда это было спокойно, и очень долго, и мы уже давно друг к другу привыкли, то с какой стати вдруг все настолько плохо пойдет, что после каких-нибудь двух недель пребывания ты поймешь, что, ну, все, надо возвращаться, и вернешься на свою работу, да. И она мне сказала, но ведь главное это запах, то есть, не важно, что мы общались 8 месяцев, не важно, что мы обсудили все темы, и все было спокойно, ровно и нормально, не важно, что мы разделяем взгляды друг друга и поддерживаем. Я должна приехать, прижаться вот так к тебе, как бы вдохнуть твой запах, и оно как бы или мое, или не мое. Если мне твой запах не понравится, а вот я не почувствую, что это мое, ну, значит, и не может быть никаких отношений. Я тогда, конечно, оторопел, опешил. Это была одна из таких моих существенных серьезных ступеней знакомства с миром девушек, да, как они живут, как они мыслят и как они принимают решения. И, ну, я прекратил с ней общение, да, потому что для меня, казалось, я выстраиваю надежную платформу, да, когда общаюсь с человеком на все темы и проверяю ее реакции и так далее. А оказывается, это не значит ничего. То есть, ей запах понравится, то есть, на каком-то гормональном уровне я ее буду устраивать, на каком-то телесном уровне. А потом что-то в ней изменится, гормоны как-то переключатся, и она меня бросит, потому что, ну, все, больше она не чувствует такого ничего во мне, не чувствует влечения ко мне. Это ужасно. Но хотел, ребята, вас просветить о том, как на самом деле работает. Здесь, в общем, когда девушки мыслят категориями вот так вот вдохнуть и почувствовать твой или не твой, они не учитывают две очень важные вещи, которые имеют место быть, когда дело касается запахов. Первое – это что вы можете воспринимать запах по-разному в разных обстоятельствах, и сейчас подробнее об этом расскажу. И второе – что запах у человека может меняться, и я тоже об этом сейчас расскажу. Как это происходит? Уже давно в психологии известен такой интересный эффект. Когда вы к человеку относитесь на каком-то интеллектуальном и эмоциональном уровне с одобрением, если этот человек вам нравится на интеллектуальном и эмоциональном уровне, что вы вот смотрите на этого человека, и как ни крути, со всех сторон он хорош, он вас веселит, он радует, он умный, он вызывает уважение, надежность, ощущение надежности и так далее. Так вот, когда это происходит, подсознательно вы начинаете менять свое отношение ко всем остальным его чертам, и начинаете искать любые поводы, чтобы оправдывать этого человека, чем он еще более классный. Вы начинаете как бы дорисовывать себе картину, что это вообще замечательный человек, что люди такие и должны быть, что вот это в нем проявление хорошее, и вот это проявление в нем хорошее. Ну, знаете, как, ну не знаю, может кто-то слышал, кто-то не слышал выражение, что на солнце могут быть пятна, но не на любимой. То есть, когда человек влюблен, он видит только положительные стороны, он ищет только положительные стороны, он оправдывает любое поведение. И есть эксперименты на ютубе, где один парень, изображая такого бету, знаете, такого неуверенного в себе, немножко забитого молодого человека, пытается знакомиться с девушками, и он максимально нормально с ними разговаривает, а они его, ну, отсекают как-то, и стоит ему позволить себе какой-то юмор, какую-то шутечку, как они сразу оскорбляются, унижают его, начинают агрессировать в его сторону. И подходит такой, как бы, альфач такой развязный, выпивший, и говорит им гораздо более пошлые вещи, гораздо более оскорбительные, буквально, ну, я не знаю, там, рассказывая им, что у них там, я не знаю, из головы там мужские половые органы растут, вот такой уровень. И они веселятся, хихикают, как-то там реагируют, вот так вот, да. То есть, в зависимости от какого-то общего отношения к человеку, мы додумываем что-то хорошее или додумываем что-то плохое, мы оправдываем или осуждаем человека интуитивно за одни и те же проявления. Так вот, еще раз объясняю. Когда человек на эмоциональном и интеллектуальном уровне вызывает у вас одобрение, вы будете воспринимать его запах гораздо более привлекательным. Это такая программа у вас в голове. То есть, есть некий такой центр, принимающий простые решения. Знаете, есть органы чувств, есть аналитический центр, обработка идет большого количества данных, но потом где-то какой-то отдел мозга принимает такое простое принципиальное решение. Да, одобрять этого человека, общаться с ним, тянуться к нему, или остаться в пассиве, как бы ничего не делать, или наоборот, как-то агрессировать, как-то отстраняться, удаляться от этого человека. И вот, когда эмоционально и интеллектуально человек вас устраивает, то вот этот центр принятия решений говорит вам, да, это хороший человек, его нужно во всем оправдывать, все, что он делает, нужно воспринимать как положительное, вообще все его проявления, потому что, ну, это вот, как бы, судя по собранным данным, это классный партнер. И вы субъективно начинаете, да, я пока это не обозначил, вот обратите внимание, известно уже давно в психологии, что когда так происходит, вы начинаете видеть человека более красивым, хоть девушку более красивой, хоть девушка мужчину видит более красивым. И у меня в моей жизни, я уже неоднократно делился на ютубе, что много раз я столкнулся с одной и той же ситуацией, когда девушки встречались только с плохими парнями, которые относились к ним ужасно наплевательски. То есть даже если эти парни, ну, как бы, хотели все время быть с этими девушками, то все равно они не знали, как себя вести, вообще не умели, не задумывались об этом, вели себя крайне грубо, как-то неприятно. И когда я общался с этими девушками, ну, просто нормально, так как нормальный, порядочный человек должен общаться, то они расплывались в эмоциях и говорили мне столько всяких слов, вплоть до того, что, мол, ты самый лучший мужчина на свете. То есть я не думаю, ну, я не знаю, я не считаю себя самым лучшим мужчиной на свете. Но я просто нормально относился, и они говорили мне, «Боже, я никогда такого не видела», да, вообще как вот даже сравнить не с кем, то есть настолько вот ты хорошо ко мне относишься. И как результат этого они начинали мне рассказывать, что я невероятно красивый. Ну, вот вы мои зрители, да, вы меня видите, вы меня давно смотрите. Ну, посмотрите на меня. Я красивый? Я думаю, что я самый обычный. Более того, еще и седина есть, да, раньше, чем положено. И, ну, только и того, что не толстый. Все. Тем не менее, чем лучше учреждаются отношения с человеком, чем больше девушка получает какого-то такого релакса, расслабления, ощущения надежности, ощущения какого-то приятного завтра с любым мужчиной, и со мной в том числе, тем больше она начинает говорить, что «А у тебя такие красивые глаза, такие потрясающие, у тебя там...» И начинается, что и волосы у тебя интересные, и какая-нибудь там линия там скулы, там челюсти, что-нибудь такое. Вот просто начинается вот такое, начинает появляться из ниоткуда. Вот. И даже если у тебя там какой-то жирок на животе, это очень мило и здорово, мне нравится. Понимаете? И с запахом происходит то же самое. Соответственно, если у девушки не сидит в голове вот эта установка, что, мол, запах, запах, надо вот только вот, как сказать, тут проблема-то в чем была? Когда девушка накрутила себя этой установкой, она отвергает все хорошее, что видела. То есть она видит, что, ну да, вроде все хорошо, вроде все нормально, но она в голове все время думает, но это не считается. Это не считается. Потому что самое главное – это запах. То есть она не расплывается, не растекается, у нее не возникает ощущение, что, ну все, вот все так хорошо с этим человеком, значит, надо с ним заводить детей и все такое. Нет. Она все время эмоционально отстраняется, причем не как-то там через силу, как-то вот пересиливая себя. Нет. Она именно как-то глубоко, искренне, вот у нее есть убеждение, что надо именно по запаху проверять. Она такая, ну да, да, это все хорошо, но нет, надо вот приехать и один раз приблизиться и понюхать. Вот. Когда у девушки не забита голова такими установками, то она, видя, что все хорошо и все классно развивается, и что общение прекрасное, она расслабляется, растекается. И когда она приблизится к этому мужчине, ей подсознание скажет, вот этот запах, который ты от него слышишь, вот он прекрасен. Это очень хороший запах. Вот слушай его, как бы нюхай этот запах, запоминай, вот это классный запах. Все, вот кайфуй от него. Так происходит психологически. И знаете, эти явления, вот изменение отношения к человеку, да, восприятие его в позитивном свете, если эмоционально и интеллектуально он тебя устраивает, однажды дошло это в моем личном опыте до такой абсурдной уже формы, когда девушка бывшая мне говорила, вот, ну, еще раз, да, посмотрите на меня, ну, совершенно обычный. Она мне говорила, что вообще не может поверить и представить себе, в Москве я тогда жил, что вот в Москве по улице я иду, и что женщины, мол, не укладываются штабелями вот при виде меня, да, что вот они там не текут все. Я говорю, ну, просто вообще, что ты говоришь? Ну, тебе любой мой подписчик подтвердит, что Торвальд, ну, максимум нормальный, ну, максимум. Но сказать, что какой-то мега-красавчик там, какой-то супер-привлекательный, ну, ничего же подобного, ну, ну, просто обычный. Вот, а она говорит, ну, нет, не может быть, и с таким светом в глазах она говорила, с таким. То есть просто вот этот психологический эффект, он действительно работает. Я просто бережно, хорошо относился к человеку, создавал ей уют. И то проблемы еще были в отношениях, но все равно в сравнении с чем-то другим, вот она как-то так эмоционально таяла, и в итоге вот такое мне выдавала. Ну, соответственно, у нее никаких проблем не было с моим запахом, а если бы она услышала от другого мужчины приятный запах, ну, все равно она бы так не растеклась. Понимаете? Второй момент. То, что запах меняется. Ребята, наш организм – это очень сложная система. Есть очень много желез или желез, правильно скажите мне, филологи, как правильно говорить, желез, которые выделяют различные гормоны. Если кто-то не знал, витамин – это такая штука, которая действует приблизительно везде во всем теле, пользу приносит, может приносить, как бы в основном в всем массиве тканей. А гормоны – это как бы те же витамины, но которые годятся только для каких-то улучшений где-то локально. То есть их где-то выделили, а они куда-то должны приплыть, и вот там они должны подействовать. В общем, такие как бы витамины локального воздействия. Но сейчас не об этом. Так вот, у нас очень много разных желез, очень много выделяется гормонов, и они регулируют и наше настроение, и нашу физическую активность, и наши какие-то способности в плане выносливости какой-то, и скорость работы мозга, и наши реакции какие-то. На все-все-все они влияют. И в том числе они влияют на запах. То есть запах он тоже не просто так, это какой-то определенный набор веществ. И когда мы сконцентрированы четко на каком-нибудь деле, например, на тяжелом физическом труде, например, этот человек, который мешки с мукой ворочает, перегружает куда-то, и у него рабочий день, целый день он этим занимается, а еще и живет он холостой, или в общежитии с мужиками, понимаете, его сознание впитывает определенное информационное поле, он знает, что сейчас он должен быть суровым, жестким, с мужиками сейчас он работает, рядом никаких особо женщин нет, никаких флиртов не происходит, ни на какие романтические свидания он не ходит, он не должен подстригаться и выбриваться каждый день, чтобы вот показываться женщинам. Соответственно, его организм оптимизируется под определенную деятельность, настраивается на определенную волну, и секреция желез, то есть выделение вот этих всех гормонов, действует определенным образом, оптимизировано под эту задачу. Но когда человек влюбляется, у него меняется вообще весь образ мыслей, у него меняется эта самая секреция желез. Я помню, как у меня в школе, я в разных школах учился, и вот в одной из них физичка была очень-очень строгая, очень строгая, а потом однажды, ну вот она прямо угнетала всех, бывало, что, ну так, прямых оскорблений, наверное, не было, но унижала, очень сильно давила на учеников, а потом однажды она пришла, вся такая сияющая, вся такая счастливая, и одна одноклассница, которая жила где-то в одном районе с этой физичкой, сказала, что видела ее где-то снаружи с каким-то мужчиной, и вот как все поменялось, она такая все, и оценки выше ставила, чем обычно, и никого не напрягала, такая плавала, порхала, то есть полностью у человека цвет лица поменялся, выражение глаз, настроение, вообще все жесты, все поменялось, и запах тоже меняется, и я опять же на личном опыте помню, как много лет назад я начал встречаться с какой-то девушкой, которая морально находилась в очень тяжелом периоде, и когда мы с ней встретились, и опять же, ну вот этот стандартный случай, да, как я говорил, когда человеку есть сравнивать только с плохим, и ты показываешь нормальное, хорошее обращение, она очень сильно эмоционально расплылась, и через три дня она выглядела совершенно по-другому, она была очень бледная, у нее кожа стала розовая, она стала действительно вот как-то благоухать, очень приятно пахнуть, опять же, все реакции, все настроения, все стало по-другому, то есть, ребята, запах меняется от перемены настроения, если человек о вас думает положительно, если он впечатлен, если он влюблен, тем более, если он к вам тянется, его запах поменяется на более приятный, и если девушка, вместо того, чтобы нормально развивать отношения с этим человеком, сначала аккуратно, просто общаясь, ну, спокойно выдерживая дистанцию, потом ближе, и как-то все это эмоционально развивая, если получается это развивать, да, если вместо этого она вот издали заинтересовалась мужчиной, и украдкой подкрадется к нему, вдохнет его запах, и вдруг, если ей этот запах не понравился, она убежит, сразу скажет, это не мое, или как-то вот слишком быстро, как бы не устанавливая прочную эмоциональную связь, сходит с ним на одно свидание, не зная пока, что о нем думать, и он ее попытается, он ее там проводит до такси, и она такая сделает вид, что в щечку его поцеловала, типа, и вдохнет запах как-то вот от его шеи, и вот ей что-то не понравилось, да, и она сбежит, то есть все, это не мое, мне не надо, это большая, большая ошибка, когда вы устанавливаете хорошую, качественную, эмоциональную связь, обоим партнерам понравится запах друг друга, и когда кто-то встречает мужчин, вот много женщин мне говорили, что от кого-то исходит какой-то очень чужеродный, какой-то очень резкий, неприятный запах, при том, что это его натуральный запах, да, при том, что он моется, и все хорошо с ним, часто у этих мужчин есть жены, которые рожают им детей, и они не ходят с прищепкой на носу, они нормально воспринимают, они изначально были влюблены, и все у них хорошо воспринималось, именно потому что, да, вот первая часть, которую я вам рассказал, потому что сознание говорит, вот тебе понравился на интеллектуальном и эмоциональном уровне этот человек, значит, вот слушай его запах, и воспринимай его как правильный, воспринимай его как положительный, как хороший для тебя, и пожалуйста, спокойно в браке, и дальше, то есть это не пытка происходит, какая-то гестаповская, а нормально они живут, нормально общаются, и занимаются сексом, да, и рожают детей, все нормально у них происходит, а кто-то вот один раз просто понюхала, вдохнула, и говорит, ой-ой-ой, это очень плохой запах, это не мое, не мое, не мое, в общем, ребята, вооружайтесь правильным знанием, объясняйте это девушкам, объясняйте это своим сестрам, объясняйте, кто очень взрослый, уже своим дочерям, и пусть все происходит более аккуратно, без глупых таких установок, и пусть люди учреждают прочную, стабильную, приятную, эмоциональную связь, и все тогда будет хорошо, и никакие запахи никому не помешают, с вами был Торвальд, пока.